Сегодня я хотел бы вам рассказать о таком важном секретном органе, ну для вас секретном, для многих из вас, нашего тела, как вилочковая железа. Что это такое? Это фактически такой стартер нашего иммунитета, когда мы в детстве находимся, с детства вилочковая железа играет, скажем так, вторую роль после костного мозга. Когда начинает развиваться костный мозг у ребенка, вилочковая железа является, по сути, вторым костным мозгом, то есть она фактически является пускателем многих процессов развития детского иммунитета. То есть это можно сравнить с таким, ну скажем так, если костный мозг – это уголь костра, то вилочковая железа подбрасывает в этот костер постоянно дрова, чтобы он сильнее разгорался. То есть вся жизненная сила, весь иммунитет, фактически правильное его развитие у ребенка строится на именно развитие вилочковой железы. То есть в какой-то момент костер этот вот наш условный в виде иммунитета дошел до определенного уровня своего функционирования, и он уже у взрослого молодого человека, там, к 25 годам полностью сформирован. И дальше он должен гореть, этот костер, вот на одном уровне. Но, к сожалению, благодаря многим процессам, костер иммунитета наш, который она должна постоянно чуть-чуть дровишек подкидывать, он начинает тухнуть. С вами должны понимать, как здравомыслящие люди, что если мы будем поддерживать нормальный уровень кровоснабжения вилочковой железы, то, естественно, процесс инволюционирования, во-первых, может быть замедлен, во-вторых, он может быть остановлен, да, но для этого нужно, конечно, применять комплекс мероприятий, чтобы костер иммунитета нашего горел, как говорится, постоянно и без снижения. Чтобы стимулировать тимус в любом возрасте, надо стимулировать его кровообращение, да, поэтому необходимо знать, где он находится, да, для этого, что мы делаем, да, то есть необходимо вот верхнюю часть грудины, где выемка, где выемка на грудине, вот можно нащупать, да, то есть такая костная выемка здесь посерединке, вот, и немножко опускаемся вниз, и мы находим здесь разные точки, да, по центральной линии у нас идут. Вот эти точки будут некоторые из этих точек, вот, то есть можно опускаться где сантиметров на 10-15, да, то есть заходить до сердца, до зоны сердца. Вот, начиная от этой выемки, то есть не саму выемку стимулировать, а вот опускаетесь на сантиметр ниже, и у вас будет очень болезненная точка здесь, прямо под выемкой. Вот эту точку вы должны круговыми движениями проминать. Достаточно сильно нажать, чтобы у вас был болевой рефлекс, потому что без болевого рефлекса кровоток не запустится в тимусе. И прорабатывать круговыми движениями, да, 9 круговых движений в одну сторону, 9 круговых движений в другую сторону. Проработали точку, опустились вниз по центральной линии, следующую болезненную точку нашли, у вас они могут быть у каждого свои, там, разные болезненные. Нашли болезненную точку, проработали, 9 сильных круговых движений в одну, 9 в другую. И так вот опускаетесь, ищите болевые точки. Вот если вы будете делать такой самый массаж по центральной линии грудины для стимуляции тимуса, если вы будете это делать ежедневно, да, то есть, ну, займет это минут 5 у вас, да, то есть, это немного, вот, то вы коренным образом улучшите работу. Это просто за счет того, что рефлекторно улучшится кровоток вилочковой железы, вот, и где-то в течение, там, полумесяца, если вы это делаете, то, конечно, работа тимуса и, соответственно, работа Т-лимфоцитов будет происходить у вас намного лучше, а это обеспечит очень хорошую, серьезную защиту в борьбе с патогенами, такими как вирусы, бактерии и грибы патогенные. Т-лимфоцитов 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 Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы!